Президент Украины Владимир Зеленский назвал три сценария распространения коронавируса в стране. Первый. От трех до пяти процентов одновременно больных коронавирусом. Это болезненные цифры. Но такой сценарий не является катастрофой. Поэтому мы должны быть собранными и дисциплинированными. Продолжить самоизоляцию, соблюдать правила гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы переживем этот шторм. Второй сценарий 25 процентов больных коронавирусом, рассказал Зеленский. Третий сценарий, по его словам, это 50 процентов одновременно заболевших. Второго и третьего варианта развития ситуации медицинская система страны не выдержит. Зеленский призвал граждан осознать, что карантин это не каникулы, шашлыки, теплая солнечная погода и пляжи не должны стать угрозой здоровью и жизни. Кроме того, украинский лидер отметил, что без поддержки международных партнеров на фоне пандемии коронавируса, экономика республики рухнет и в стране произойдет дефолт. Зеленский заявил, что изменения в государственный бюджет, которые связаны с расходами на борьбу с коронавирусом, не коснутся армии и обороны. На Украине, по его словам, максимально сократят зарплаты чиновников и судей, а также членов наблюдательных советов и руководства государственных предприятий. При этом он обещал увеличить выплаты врачам, которые ведут борьбу против коронавируса. Минздрав Украины сообщил, что число заболевших в стране возросло до 475 человек, умерли 10 человек. Коронавирус обязательно пройдет, и впереди у нас будет много работы, чтобы всем вместе строить успешную и процветающую страну, страну 40 млн, а не 20 миллионов людей. Я никого не пугаю, но время осознать, что все это не шутки, сказал Зеленский.